Итак, друзья, курс пятый по джанго мы с вами делали первую страницу и привет мир, я первая страница, ура, заработала! Но, тем не менее, мы разбирались досконально. Досконально в чем? Конечно же, создали первое представление, подробно разобрались, чем отличается джанго 2 от предыдущих версий. А коренные отличия в URL мы разобрались при помощи питон-консоли, что сейчас это совсем иная история. Я объяснил эти все мелочи для того, чтобы вы кодом много накоплено за эти годы, и вы захотите посмотреть пример, а оно потом, видите, и не работает, а надо изменить всего одну строку. Поэтому и решил обратить на это внимание. То есть мы с вами создали и шаблон, создали представление, создали URL, далее обратились к документации в джанго, посмотрели, что устарело, допустим. Хотя, как я сказал, в дальнейших уроках мы с функциями очень плотно поработаем, то есть возьмем и чистый пайтон, и написание функции в джанго, потому что человек пока изучает чистый пайтон, он вроде все понимает, в джанго у него ступор. Так вот, мы просто сравним, попишем код, чтобы вы понимали, что на самом деле отличий никаких нет, и не надо не пугаться ничего. Также мы с вами посмотрели то, что устарело с функцией, то, что устарело с функцией для версии джанго 2, то есть то, что раньше использовалось, коды, а теперь является устаревшим. В общем, с таким подходом. Не переживайте, у нас все-все заработало, поэтому я сказал, пишу курсы и для новичков, и быстро просмотрит человек с другого языка программирования, в общем, чтобы врубиться, где, что и как. Все получится, ребята. Продолжение следует...